9 мая, Берлин. С самого утра полиция выставляет оцепление у мемориала погибшим воинам Красной Армии. И с самого утра первые споры с прохожими о том, что можно и что нельзя. Например, флаг ВДВ. Я не хочу мешать историю с какими-то событиями. Мой дед воевал не за то, что сейчас происходит. Он воевал просто. Я хочу отдать ему просто почести, своему деду и тем героям, которые полегли за то, что сейчас светит солнце. Вот и все. К 11 утра подъезжают посол России и делегации посольств стран СНГ. Среди участников акции не только жители Берлина. Мнение по поводу запрета флагов и георгиевских лент не на стороне властей. Ну это бред. Нельзя запретить историю. Историю реально нельзя запретить. Сейчас мы собираемся здесь, День Победы. Это не наш день. Это день памяти. Это день наших стариков, которые пешком, босиком пришли сюда. Это был Советский Союз. Это не была ни Украина. Это не был Казахстан. Не было отдельного государства. Был Советский Союз. И все люди воевали. И это надо помнить. Минута молчания. Возложение венков. Никаких конфликтов. После отъезда посла тут же начинается гуляние с песнями, которые, впрочем, пресекает полиция. Но и здесь россияне подчиняются, ведь на горизонте уже маячит бессмертный полк. Традиционное шествие памяти участников войны. Медленным шагом марш двигается от Берненбургских ворот, то и дело останавливаясь и дискутируя с полицейскими. В конце концов, толпа добирается до мемориала, но через какое-то время полиции все же приходится вмешиваться. У мемориала начинается потасовка с участием жителя Одессы, приехавшего в Берлин месяц назад. Затем из толпы выводят еще двоих, после чего все успокаивается и люди начинают расходиться. Но через дорогу вспыхивает конфликт прямо во время нашего прямого включения. Полиция снимает плакаты с лагеря российской оппозиции. Полиция нас создавила сейчас снять все плакаты отсюда. Плакаты мы все засняли, они абсолютно нейтральные. Там был подсолнух один, один плакат просто желтого цвета, один плакат просто синего цвета, один плакат, где было написано «Мы хотим другую культуру памяти». Но и здесь все в конце концов успокаивается, и полиция открывает движение по улице, которая проходит вдоль мемориала. Несмотря на мелкие конфликты, в целом акция памяти у мемориала павшим красноармейцам прошла спокойно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok